У территории рядом с домом номер 32 по улице Осипенко пока нет названия, но зеленый уголок очень дорог для жителей Октябрьского района. Здесь часто занимаются физкультурой молодые спортсмены, прогуливаются дети и взрослые. Неподалеку ЗАГС и в сквер приходят молодожены, чтобы сфотографироваться. Территория участвует в голосовании по благоустройству в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Мы будем очень рады, если наш сквер попадет в программу комфортная городская среда, для того, чтобы можно было его благоустроить, сделать еще более комфортным, удобным. Здесь будут применяться новые технологии реконструкции. И я думаю, что нас поддержат не только жители Октябрьского района, но и всего города. Сотрудники администрации Октябрьского района, депутаты и волонтеры вышли на уборку сквера после зимы. Подняли и собрали мусор, прошлогоднюю траву, опавшие сухие ветки деревьев, упаковали все это в мешки, а коммунальные службы вывезли их на свалку. Сквер после такого трудового десанта стал чистым. Сквер вот уже сейчас принимает достаточно хороший вид после уборки на радость всем, в том числе и жителям близлежащих домов. Работа, она все равно сплочает, как бы там ни было. Пусть на такой короткий промежуток времени, все-таки мы находим возможность, невзирая на занятость, приезжаем и убираем, приводим в порядок территории. Как отметили участники Средника, им не в тягость навести порядок в районе, в котором живут. А чтобы проект благоустройства оплатился в жизнь, нужно проголосовать за это общественное пространство. Сделать это можно будет до 30 мая 2022 года. Пройдет оно одновременно по всей стране в онлайн-режиме. Чтобы проголосовать на федеральной платформе 63.городсреда.ру, нужно пройти авторизацию через госуслуги или зарегистрироваться, подтвердив номер телефона. Елена Чернявская, Константин Головин. События.